И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а мы продолжаем знакомиться с историей Мстителей Сумерки, и сегодня у нас четвертая часть. Этот выпуск просто фантастический, потому что он дает нам очень много информации и рассказывает про те или иные аспекты вселенной, которые до этого момента оставались нам непонятны, а также очень сильно двигают историю вперед. Итак, поехали. История начинается ровно на том моменте, где мы остановились в прошлый раз. А именно, когда вернулся Тор. Голос за кадром все так же это Капитан Америка. И он говорит, они пришли, могучий Тор и Мисс Марвел. Сейчас нас уже не остановить. То есть снежный ком воссоздания команды Мстителей, он запущен, он покатился, все, назад дороги нет. Если эти ребята публично заявили о себе и пошли в лобовую атаку против правительства США и текущего режима, то это точка невозврата. Из этой битвы выйдет только один победитель. Либо это будут герои, либо это будет Красный Череп вместе с Альтроном и Джеймс Старк, который им помогает. И так Джеймс встает после удара молнией со словами, что «Ааа, Тор, да, я слышал про этого парня. Пришелец с манией величия». И тут на него набрасывается Капитан Америка с новыми силами. Со всей силы бьет ему щитом по голове и говорит «Джеймс, не вставай, все кончено». То есть тут интересный момент происходит, что Капитан Америка, да, он, конечно же, старик, безусловно. Но Джеймс Старк, он первый раз одел костюм Железного Человека и первый раз вышел на бой с кем-то, видимо, кроме какого-то дроида, робота или марионетки. Он впервые вышел на бой с реальным противником. И этот противник не какой-то там бандит с улицы и так далее. Это Капитан Америка, у которого за плечами весь этот опыт. И если мы предположим, что данная вселенная развивалась точно так же, как и 616-е до Дня Эйч, то Кэп уже бился со Старком и не раз. И у него есть очень большой опыт ведения рукопашного боя с противником в броне Железного Человека. Поэтому, разумеется, у Джеймса не было никаких шансов. Итак, Тор приземляется на землю и, господи, друзья, какой же Тор здесь превосходный. Что может сказать Тор из Асгарда, который появляется здесь, на Мидгарде, прямо на поле боя и видит своего старого друга? Капитан, нам нужно обязательно вкусить хлеба, различных явств и выпить доброго Эля. Скажите, капитан, чем Тор может вам помочь? Именно так и должен появляться Тор на поле боя. Сперва должен быть какой-то эпичный удар молнии, а затем он должен сказать, что нам нужно есть и пить медовуху вместе за огромным столом, потому что мы боевые братья. Это просто превосходно. Итак, Кэп, безусловно, очень рад видеть своего старого друга, и он говорит, что нужно обеспечить безопасность всей территории Рафта, потому что сюда подтягиваются силы. И вот тот парнишка Тайлер, который увязался в прошлый раз с Кэпом, он использует какой-то там свой передатчик и говорит, Кэп, у нас проблемы, к нам двигается ВВС. И они наносят удар по зданию Рафта. От этого взрыва Кэп убегает, прикрывает парнишку своим щитом, а Тор просто стоит и смотрит на этот взрыв. Потому что ему ударная волна не страшна. Итак, у Тора появилась цель. Нужно обеспечить безопасность полностью Рафту, следовательно, вывести из строя ВВС. Итак, интересный момент. Во-первых, у пилота данного истребителя на шлеме наклейка Человека-паука. Сложно сказать, как к этому относиться, потому что дальше по ходу истории мы чуть-чуть глубже копнем в то, что произошло во время событий Дня Эйдж. Можно просто предположить, что эра героя пользуется очень хорошей маркетинговой кампанией, но фактически люди помнят, что без них стало намного лучше, однако они были все-таки прикольные в том или ином своем проявлении, потому что мы помним, что мерч по героям продается всегда и везде, и люди его активно носят. Итак, пилоты и истребители переговариваются между собой, и они уточняют, правильно ли мы поняли приказ. Нужно открывать огонь по Рафту. Они, скорее всего, прекрасно понимают, что это военный объект, и там, по большому счету, находится исследовательский центр и одна из самых страшных и секретных лабораторий по исследованию суперзлодеев. Нам нужно сейчас просто стереть с лица земли это здание со всем его персоналом. Да, солдат, приказ есть приказ. И в этот момент выстребители начинают бить молнии. И они не понимают, что это. Молнии? Вот здесь просто так из ниоткуда бьют в нас. Один самолет благополучно сбили, другой самолет сбили. И тут пилот видит прямо перед собой образ Тора, который приземляется на нос его самолета и говорит «Я прошу тебя, как воин-воин, покинь свое средство передвижения». Это блестяще, друзья, я в полном восторге. И так, конечно же, по Рафту был нанесен удар. Жертв, наверное, сотни. Может, даже тысячи. Мы не знаем, сколько человек там работало. Но люди оттуда в ужасе бегут с этих развалин, и герои всем помогают. Тор подхватил пилотов, которые либо не смогли эвакуироваться, либо же просто подхватил их, чтобы они не упали в холодную воду с серьезным течением. Помог им приземлиться. Мисс Марвел все так же остается в большом размере и собирает абсолютно всех, кого только видит. Вот, вот, друзья, вот так надо изображать Камалу Хан, которая на своем месте и блестяще справляется с поставленной задачей. У меня не возникает вопросов, что она здесь делает. Более того, она мне очень нравится. И так, когда пилоты ВВС были полностью выведены из строя, то в настоящее время у героев есть передышка. Они могут совершенно спокойно делать здесь, на обломках рафта, все, что они хотят. И Джеймс понимает, что ему с ними не совладать. Он еле-еле держался против Кэпа. Ну так, где-то плюс, где-то минус. Как только Кэп перестал сдерживаться, все, у парня шансов нет. А тут еще Камала Хан и еще вдобавок и Тор появился, который без труда вырубил весь его костюм одним ударом молнии. Джеймс понимает, что нужно отсюда валить. Тор начинает раскручивать мьелнер, чтобы отправиться в небо и догнать парня. Но капитан говорит, нет, Тор, останься. Джеймсу нужно подумать. А ты нам нужен здесь. Нам нужно вывести всех этих людей отсюда. Что делает Тор? Он берет тросы, привязывает их к лодкам, катерам. На эти катера грузят людей, и Тор их тащит, как буксир. Блестящая идея. Можно было просто сказать, что и они ушли. Как против течения, непонятно, с перегруженными лодками. Нет, нам все очень четко объяснили. Тор летел, держал их на поверхности и совершенно без труда доставил их до нужной точки. Итак, мы переносимся в их катакомбы. В катакомбы защитников. Они переполнены ранеными. И тут очень интересный кадр, в котором супруга Капитана Америки, Роза, как мы знаем, она доктор. Она помогает всем раненым, как только может. И здесь происходит несколько конфликтов по этому поводу. Во-первых, Роза говорит, я все так же не хочу с тобой разговаривать. Я помогаю всем этим людям, потому что я не могу вернуться назад, и я давала клятву Гиппократа. Я должна помочь раненому и нуждающимся в беде. Я не хочу с тобой разговаривать, я не одобряю то, что ты делаешь. Мне это все неинтересно. Однако Кэп все-таки пробует до нее достучаться. Он понимает, что он виноват. Ему нужно было обо всем с ней поговорить. Ему нужно было ее как минимум предупредить, а не поставить ее перед фактом, когда уже начали в новостях об этом греметь, или откуда там она про это все дело узнала. Если она давала клятву Гиппократа помогать нуждающимся и раненым, то он давал клятву защищать эту страну и защищать всех невинных. Поэтому если у нее есть клятва и обязанности, у него есть такие же точно. И он сейчас этим и занимается. И он искренне надеется, что в конце, когда все это закончится, они все-таки смогут нормально сесть, как взрослые люди, и поговорить. И он также говорит, Роза, я люблю тебя. Итак, когда Кэп отсюда уходит, то мы видим разговор одной из защитников и Розы. И вот эта девушка из защитников, она в ярости. Что все эти люди здесь делают? У нас у самих тут припасов нет, это раз. Два, Капитан Америка своими действиями только что обозначил их месторасположение. Сейчас, естественно, все группы захвата, все силы Красного Черепа знают, где они находятся. Потому что скрыться, допустим, одному человеку где-то там по катакомбам, почему-то еще, это достаточно просто. Скрыть толпу людей, несколько сотен тысяч, которые идут вперед в направлении какого-то определенного укрытия, это уже сложнее. Особенно в наше время, когда кругом есть технологии спутникового слежения, камеры наблюдения и так далее. Плюс ко всему мы видели, что в этом мире очень много маленьких летающих дронов, которые просто снимают все происходящее. То есть это вопрос времени, когда силы Красного Черепа сюда нагрянут. И что самое главное, эту девушку беспокоит, почему мы должны этих людей защищать? Они работали на правительство, они работали не где-то там. Они не в ларьке продавали жвачки, они работали в рафте. Они исследовали технологии суперзлодеев, которых казнило их же правительство. Это все гениальные злобные ученые, карикатурные злые ученые, которые должны были превращать всю эту технологию в вооружение, которое в дальнейшем использовалось для того, чтобы биться с такими людьми, как эти защитники. Почему мы должны их спасать? Бросьте их на произвол судьбы, пусть их страна ими занимается. Она уже открыла по ним огонь. И Роза говорит, ты понимаешь, Стив верит, что абсолютно любая жизнь достойна того, чтобы ее спасти. Абсолютно у любого человека бывает тот момент, когда он оступился, свернул со своей дороги куда-то в темный лес. Он считает, что любому человеку можно указать правильный путь и вывести его к свету. У каждого есть шанс на искупление. Одно дело, когда он это говорит, это уже достаточно сильная речь. Но когда ты видишь, как он действует в своем костюме, ты видишь последствия его действия, что люди вокруг него собираются, несчастные, раненые, обездоленные, получают защиту и так далее. И то, с какой верой он все это делает, то ты начинаешь хотя бы на мгновение задумываться и верить, что герои все-таки существуют. Мы переносимся непосредственно в отдельную комнату, где собрались все наши тайные мстители. Давайте назовем их так, как-никак они тайно собираются здесь. Как в старые добрые времена во время секретного вторжения. Итак, здесь у нас Булзай, Капитан Америка, Тор. Вот тот парнишка, который увязался с Кэпом Тайлер. Камала Хан, который уже дали халат, потому что она вся мокрая. И, конечно же, Люк Кейдж. Итак, нам история рассказывает, почему пропал Тор. В принципе, это можно было не проговаривать. Данный комикс очень образно рассказывает все, что здесь происходит, и углубляться в детали не нужно. Но лично мне, во-первых, нравится то, что они все-таки уделяют этому внимания. А во-вторых, мне безумно нравится эта формулировка. Я уверен, что далеко не все будут разделять мой восторг. Мне, в принципе, кажется, что у данной причины будет всего два лагеря. Те, кто это ненавидит, и те, кому это понравилось. Сомневаюсь, что будут те, кто останется посередине. Итак, что произошло? Если вы следите за всем, что происходит здесь, на моем канале, то вы также видите историю Бессмертного Тора. И вот в Бессмертном Торе он это первый раз проговаривал, что цена бессмертия – это незначительность и мимолетность жизни смертных. Тор может просто на секунду о чем-то задуматься, уделить внимание каким-то своим вещам, проблемам, и не заметить, как на Земле прошло 2-3-4 года. Да, разумеется, это комиксы, шоу Мазгуон, поэтому Тор присутствует практически всегда и везде. Но если мы на секунду остановимся и задумаемся о том, где находится Тор, что он делает, в каких событиях он участвует, и он, в принципе, путешествует между 10-ю мирами, если Тор отправится на какую-то там миссию по погашению войны в каком-то непонятном из миров, он может совершенно спокойно вывалиться из всего, что происходит на Земле на несколько месяцев или лет. Для него, для бессмертного существа, это будет мгновение. Одна битва, один бой, славная битва, после которой мы вкушали хлеб, явство и пили сладкую медовуху. А на Земле за это время могла разразиться гражданская война. Собственно, как и было. И вот тут произошло именно это. Тор отправился на Асгард по каким-то своим заданиям, по каким-то своим делам. И когда он пришел в себя, то день Эйч уже произошел. Его просто не было на Земле в этот момент. И когда он узнал о том, что на Земле произошло, у него просто не хватило храбрости вернуться назад на Землю и посмотреть в глаза своим друзьям, когда его с ними не было. Почему его с ними не было? Почему они его не позвали точно так же, как, допустим, позвал сейчас Кэп? Мы узнаем с вами чуть-чуть дальше по ходу истории, потому что этот комикс нам расскажет чуть больше информации о том, что происходило во время Дня Эйч. Поэтому Тор просто не смог набраться храбрости и вернуться на Землю. Ибо половина его друзей уже погибла, а другая половина ведет свое бренное существование в глубокой старости. А он не изменился вообще. Он просто моргнул. И вот мне эта формулировка безумно нравится. Это что-то, что все фанаты комиксов и любители Тора всегда знали, что это всегда происходит. Это где-то там на заднем плане. Но мне кажется, это впервые за всю историю комиксов, когда мы видим вот эту теорию про бессмертие, время для Тора и так далее, на самом деле в действии. И я от этого в восторге. Кэп это прекрасно понимает и говорит, что это не важно. Самое главное, что когда мы тебя позвали, ты пришел к нам на помощь. Именно это важно. А все остальное, это прошлое, друг мой. Давай оставим прошлое позади. Итак, Тайлер анализирует голову Старка, которую потрясло очень сильно, и говорит, что ему не хватает энергии. То есть голова находится в чем-то по типу анабиоза, что ли. Он не мертв? Нет. С ним все хорошо. Но для того, чтобы его «включить» нужно намного больше энергии. И да без проблем. Мы видим примерно то же самое, что сделал Тор в киновселенной Марвел, когда оживил Вижена. Он подносит Мьелнер к Колби с головой Старка и дает небольшой разряд, строго для того, чтобы включить Тони. И когда Тони включается, первое, что он произносит – «Джеймс, Джеймс, прости меня, пожалуйста, мне так жаль». И Камала, когда видит, что Тони живой, она в восторге. «Тони, Тони, это Камала. Все хорошо, ты с нами, ты с друзьями». И Тони включается. Он на секунду задумался, замешкался. «Я все видел, Камала, десятилетиями. Десятилетиями я видел своего сына, который по наклонной катился вниз перед моими глазами, я не мог ничего сказать». И Кэп говорит, не волнуйся, это не твоя вина, Тони. Америка очень сильно изменилась. Они использовали тебя. Нет, Стив, все намного хуже. И он знает, кто находится под маской Джарвиса. Это красный череп. Он совершенно прямо сразу это говорит. Стив, это красный череп. Он притворялся братом Джарвиса. Он глава моей компании. И он тот, кто залез в голову моему сыну. То есть на протяжении всего этого времени они держали Тони не в сознании. Он не мог говорить. Он находился вот в таком забытие, в тумане, что-то по типу комы что ли. Когда он видит все, но не может ничего сказать. Потому что, ну, он явно не в том положении, чтобы что-то делать. И получается, что когда Джеймс просто брал шлем и одевал его на голову, он не разговаривал с отцом. Он залазил в его разум и использовал его мысли, его идеи. Они просто использовали Тони. Он никогда не мог ни разу поговорить со своим сыном. Насколько об этом знал Джеймс, вопрос очень хороший. О Джеймсе и о красном черепе мы тоже поговорим с вами чуть позже в рамках этого конкретного комикса. И как только герои это узнали, у них все складывается. Значит, получается, что в течение всего этого времени за всем этим стоял красный череп. И сейчас он у руля самой богатой компанией, которая создает вооружение и в принципе контролирует весь мир. И с тени, конечно, но контролирует весь мир. То есть, фактически, мы проиграли. И тут в разговор встревает Булзай. Она говорит, что за время ее службы было очень много разных миссий. Различные задания в разных странах по подавлению того или иного восстания, по устранению того или иного диктатора, по свержению того или иного режима. То есть, все это время Америка под руководством красного черепа занималась тем, что подавляла любые абсолютно очаги сопротивления своей доминации на нашей планете. Мы не знаем, остались ли еще независимые страны. Также где-то здесь есть еще одна вторая команда мстителей. Молодых мстителей. Мы не знаем, кто эти ребята. Но в рамках этого комикса узнаем чуть позже. И тут Тор, услышав то, что она сказала, кладет ей руку на плечо и говорит «А, это наш новый соколиный глаз!» И девушка не успевает ничего сказать. Я, я, не, не... Тор не дает ей договорить. «Ничего не говори! Я чувствую в тебе великий дух воина!» Ха-ха-ха-ха. Черту всего этого подводит Лю Кейдж. Единственный из них, кто не может ничего сделать. Но может думать. Он сохранил остроту своего разума, мысли и так далее. И он говорит «Так, давайте попробуем все это дело суммировать». Значит, все это время за всем стоял Красный Череп. Он руководит страной, ее всем военным потенциалом, технологией Тони Старка, публикой, масс-медией и, скорее всего, весь народ будет совершенно не против всех тех действий, которые предпринимает Красный Череп со своими силами, однако ополчаться против нас, когда мы будем огрызаться и пытаться свергнуть его режим. Ну что ж, Мстители, общий сбор. Мы переносимся в башню Старка, которая, к слову, левитирует. Она не стоит на месте, она находится над землей, потому что не гоже господам находиться на одном уровне с челядью. Итак, Джеймс Старк пытается привести в порядок свою броню, внести в нее несколько модификаций. Параллельно робот-ассистент оказывает ему первую помощь, пытается залечить какую-то травму на ноге, потому что это была первая боевая вылазка, и он потерпел оглушительное поражение. И тут в его лабораторию заходит Джарвис, или же Красный Череп. Вот тут происходит очень интересный и чрезвычайно важный момент. Когда робот помогает Джеймсу и хочет обработать его ногу, то Джеймс в ярости, что ему нужна лучшая броня, ему нужны полностью все инструменты, технологии, наработки и данные, которые находились когда-то в рафте, и сейчас они либо на дне реки, либо они перекочевали на базу защитников. Я хочу обратить ваше внимание, что защитники эвакуировали все, что только смогли, вместе с учеными с рафта. Так, например, мы видели колбу Венома, которую гарантированно эвакуировали. Верю ли я то, что Веном здесь появится и все остальные технологии, которые мы видели в комнате Человека-паука? Крайне маловероятно. Но эта технология не подвластна Джеймсу, то есть он потерял все. У него есть только то, что сейчас находится перед ним, и те данные, те знания, которые есть у него в голове. Помните, он в прошлом выпуске говорил своему отцу, что я умнее тебя. Вперед, пацан, доказывай. Итак, что делает красный череп? Он окунает руки в какую-то красную жижу, непонятно, что это, какая-то красная субстанция, смачивает их в ней и начинает давить на Джеймса, что из тебя сделали дурачка, из тебя сделали посмешище. И не кто-то там, а дружки твоего отца, которые на протяжении всего этого времени погружали нашу страну, нашу любимую Америку, в пучину хаоса. Все, что я хотел, это вернуть мир и спокойствие. И я поддерживал это на протяжении десятилетий. Он берет эту красную жижу и измазывает ей себе лицо. Я руководил этой страной истине. И сейчас настало время, сынок, рассказать тебе правду, потому что все это время я жил во лжи. Мое настоящее имя Йоханн Шмидт. Я был ужасом нацистской Германии. Я был кошмаром для вашей страны. И все меня знали, как красного черепа. И я готов им стать вновь. Я хочу, чтобы ты знал все это из моих уст, потому что, когда они придут сюда, они попробуют использовать это против тебя и против меня. Они захотят настроить нас против друг друга. Я хочу, чтобы ты знал всю правду. Мы с тобой, сынок, пытались спасти эту страну. И мы благополучно это сделали. Более того, Тони Старк не твой отец. Я твой настоящий отец. И мы в этой упряжке с тобой вместе. Я хочу здесь сделать паузу, друзья, и сделать небольшую оговорку. Я не уверен, что конкретно имеет в виду красный череп под словами Люк, я твой отец. Он имеет в виду, что он его настоящий биологический отец? Вряд ли. Скорее всего, он имеет в виду, что родитель не тот, кто родил, а тот, кто вырастил. Учитывая то, что все, что сейчас находится в голове Джеймса, заложено было именно красным черепом, Йохадом Шмидтом, то фактически да, он является его отцом. А его настоящий биологический отец, Тони Старк, все это время был просто плавающей головой в колбе. Не больше, не меньше. И Джеймс от осознания всего этого, просто в шоке, ему нечего сказать, он в прострации. Вся его жизнь построена на лжи. Он все это время считал своим названным отцом, человека, который стоял за всеми злодеяниями, которые произошли с этим миром. И перед ним стоит выбор, что делать? Внезапно поменять свою сторону, обратиться к своему родному биологическому отцу со словами «Папа, прости!» или же остаться верным тем принципам, которые он все это время преследовал, и в которые он, на секундочку, искренне верит. Мы же переносимся в лагерь мстителей. И тут мы видим Капитана Америку, который продолжает тренироваться со своим щитом, как никак он его много лет надержал в руках, и память возвращается. Мышечная память все еще там, но с каждым броском все получается лучше и лучше. Итак, Тони Старку создали новое роботизированное тело. Взяли эту голову в амниотической жидкости, те, кто в теме, те поймут. И дали ему полноценное тело, поэтому он может ходить, говорить, и вот все это дело. И Тони идет поговорить со своим другом. И он спрашивает, а где Джанет? Она выжила или нет? И, к сожалению, ответа на это нет. Стив Роджерс абсолютно недавно узнал, что Тони Старк жив. Они все считали, что и Тони, и Джанет не пережили Дня Эйдж. Практически все погибли в тот момент. Может быть, ты что-то помнишь? Ты был последним, кто ее видел. И Тони говорит, что я помню очень плохо все. Я помню все очень обрывисто. И мы переносимся в День Эйдж. Когда герои прибыли в Бостон, на место, где все это происходило, какая-то огромная бомба там уже взорвалась, поэтому герои прибыли на пепелище. И их там ждала засада. Засада, которую создал Альтрон, промыв мозги Халку, а также использовав каких-то злодеев, нам не говорят каких, каких-то суперзлодеев, которых он усилил. Тони помнит, как они остановили Халка. Он помнит, как они остановили Альтрона. Но цена была чрезвычайно высока. Они потеряли в этом бою многих. Джанет была очень сильно ранена. Он спасал свою супругу как мог. Они просто прятались по обломкам. И в этот момент человечеству все надоело. Используя все силы, которые были у Щ.И.Т.а, они нанесли массированный удар по всему тому, что осталось от Бостона. Они не разбирались, кто это. Свои, чужие, герои, злодеи. Неважно. Если ты видишь кого-то, кто ходит на двух ногах или больше, и это не гражданские с криками «помогите, спасите», огонь на поражение, потому что людям надоело. Они захотели вернуть свой мир себе. Людям надоело жить в тени супергероев. И бояться того, что завтра появится очередной новый злодей, который хочет всех убить, все отнять. Устроит какой-то ужасный катаклизм. Придут герои, и в бою между одними и другими силами пострадают еще кучи людей. И несколько районов будет уничтожено. Людям просто надоело. И если в комиксе в 616 вселенной провели акт регистрации супергероев, и так появилась гражданская война, здесь начали открывать огонь на поражение. Поэтому Тони со своей женой с Джанет, раненой, укрылись в каком-то мотеле, в каком-то здании. Тони пытался подчинить свою броню. Джанет пыталась залечить раны. И они вдвоем боялись даже носа высунуть наружу. Но они не могли уйти на дно, потому что где-то там их сын. Они не могли его бросить. Им нужно было во что бы то ни стало вернуться за своим ребенком. А потом уже думать какой-то путь к отступлению. Или к чему-то еще. Где эскаляции конфликта. Последнее, что помнит Тони, то что у него был план. А потом только боль. Все здание, в котором находился Тони и Оса, было уничтожено. Тони мгновенно оторвало руку и ногу. И его взяли под стражу. Учитывая то, что это последний кадр, который мы видим, мы можем, друзья, с вами только гадать. Значит ли это, что повреждения тела, которые получил Тони Старк, были настолько серьезными, что пришлось ампутировать все, кроме мозга. Либо это с ним сделали, не приводя его в сознание. И Тони сейчас в шоке. Он не знает, что думать. А что если его супруга Джанет, точно такая же плавающая голова в какой-то амниотической жидкости, и она живет в какой-то прострации, не понимает, что происходит вокруг, кто жив, кто мертв, и жива ли она. Тони не знает. Он действительно этого не помнит. Либо его больной, очень поврежденный мозг просто блокирует эти воспоминания, потому что они чрезвычайно болезненные. На протяжении всех последних десятилетий он не помнит ничего, кроме этой колбы, головы, плавающей там, и своего сына, который с каждым днем все сильнее и сильнее скатывался в фашизм. Стив понимает боль своего друга и говорит, не волнуйся, Тони. Если она жива, мы ее найдем. А Тони заявляет, что если она не жива, то мы за нее отомстим, потому что мы мстители. Но сейчас нам нужно разобраться сперва с Красным Черепом и с Джеймсом. И как раз прямо сейчас происходит прямое включение с обломков Рафта, где появляются новые мстители. И они ставят перед собой первостепенную задачу найти и обезвредить тех, кто называет себя мстителями, потому что они самозванцы. Стив и Тони понимают, что с этими ребятами нужно разобраться как можно скорее. Они называют себя мстителями. Они украли наше имя. Ненадолго. Надо его вернуть. Мы переносимся к особняку мстителей, который целый, невредимый, с ним все хорошо и используется в настоящее время как штаб-квартира новых мстителей. Тони Старк в своей новой броне, в полном стелсе, подходит к воротам и пытается каким-то образом их взломать, вскрыть и в принципе проанализируя всю систему безопасности. И тут в этот пульт небольшой прилетает стрела, заряженная специальным датчиком по мануальному взлому замка. Стрелу пустила соколиный глаз. Это девушка, которая называла себя Булзаем. И она говорит, извини, пожалуйста, что я перебиваю тебя, но в этом новом мире отсутствует какая-либо беспроводная связь, какая-либо беспроводная сеть. Все только мануальное и только физическое. Все, что нельзя потрогать, к чему нельзя прикоснуться, потенциально может быть дистанционно взломано. Это недопустимо, поэтому все в этом новом мире мануально. Итак, мы видим, что это действительно Тони Старк, который с помощью этого парнишки Тайлера смог себе на коленке собрать новую броню. Это голова Железного Человека в полностью роботизированном теле. Итак, Железный Человек Тони Старк вернулся. Герои заходят в особняк Мстителей и они в шоке. Вообще ничего не изменилось. Единственное, что висит портрет новых Мстителей и их в настоящее время на месте нет. Как мы помним, они находились на обломках Рафта, но учитывая технологии, которые есть в этом мире, им потребуется буквально одна-две минуты для того, чтобы перенестись из Рафта сюда, поэтому у них времени в обрез. Герои предлагают поставить какие-то ловушки и подготовиться к их приходу. Камала немножко недоумевает, что ловушки, удар из-под тяжка, мы обычно так не действовали. Все верно, подруга, мы обычно так не действовали, но это новый мир, приходится адаптироваться. И так, когда они заходят внутрь командного центра Мстителей, то все выглядит не так, как они ожидали. Тут нет стола для переговоров, тут нет личных вещей, тут просто сервера, компьютеры и все остальное. И когда Тони начинает сканировать все, что здесь находится и вламываться в базу данных, правда, которая им открывается, шокирующая, не существует никаких Мстителей. Это просто голограммы. Все, что показывают по телеку, это постановка ни больше, ни меньше. То есть все эти пафосные репортажи с места событий о том, что Мстители обезвредили какую-то бомбу, Мстители поймали ячейку Гидры. Это все театр, это все показуха. Не существует никаких ячеек Гидры, потому что Красный Череп всем управляет. Не существует никаких бомб и так далее. Есть просто театр теней, которым кормят публику на протяжении десятилетий. И публика этому верит. И сейчас, когда Мстители все это узнали, то перед ними включается экран, на котором появляется проекция Красного Черепа. И он именно это им и проговаривает, что я все это время контролирую вашу любимую страну. И я делаю с ней все, что посчитаю нужным. И поверьте мне, она искренне этому рада. Они верят тому, что говорю им я. Я контролирую, кто что узнает и кто что увидит. Я руковожу абсолютно всем. Вы это лишь просто пережиток прошлого. Вы покойники. И Стив понимает, что происходит. Он говорит бежим отсюда быстрее. Но все двери закрываются и запускается процесс самоуничтожения. Однако с ними Тор. Нет такой двери, которая может удержать Тора. Он хватает девушку соколиного глаза, раскручивает молот и проламывает дыру во всех этих стенах и они благополучно выбегают. Кэп оборачивается и понимает, что Старк не с ними. Он говорит Тони, Тони выходи отсюда быстрее. Но Старк отказывается уходить, потому что ему нужно собрать всю возможную информацию, какую он только сможет получить про красного черепа и про все, что происходит в этом мире. У них категорически не хватает информации. Они не знают, с чем они борются. И в этот момент происходит взрыв. Весь особняк сравняли с землей и когда Кэп оборачивается, они конечно же видят Тони Старка, который в этом взрыве уцелел без проблем. Потому что его защищает новая комиксная броня. Ибо нам нужен железный человек и друзья, я не против. Я не знаю как вам, но мне нужен железный человек. Именно в этом комиксе, именно в таком виде. И так он смог заполучить нужную информацию. Прямо сейчас, в эти секунды, пока они бегают тут, гоняются за тенями, за иллюзиями, Красный Череп начал действовать. Его план начал работать. Он активировал все свои вооруженные силы. В принципе, он контролирует все. Как мы знаем, громоверцы, это отряд наемников. Армия подчиняется ему, полиция подчиняется ему. Он убедил всех, в том числе и вооруженные силы, в том, что он на самом деле патриот своей страны. Ну, потому что он платит им зарплату. А президент Соединенных Штатов в настоящее время руководит мстителями и пытается противостоять ему. Президент предатель. Поэтому только что вооруженные силы захватили Вашингтон и свергли текущее руководство Соединенных Штатов. Мы же переносимся в покои Джеймса Старка и Красного Черепа. Красный Череп находится в специальной машине, которая собирает на нем его новую броню. Джеймс в шоке. Что это? Откуда эта технология? Почему я это вижу впервые? Какого черта происходит? Он там на коленке бегал в рафт, лазил в голову своего отца, чтобы получить какие-то подсказки, как собрать одно, другое, третье. А тут намного совершенней, намного лучше прямо сейчас у него под носом. Сколько разрабатывалась эта технология, он не знает. Мы-то с вами знаем, что за всем этим стоит Альтрон. И когда все это проговаривает Красный Череп, рассказывая свой план своему настоящему сыну, он говорит, что люди это просто-напросто тупые овцы. Но овцы это очень важная часть скота. Овцы дают шерсть, жир, сыр и шкуры. Но мы можем получать все это, все эти дары нашего скота, только если мы будем их хорошо кормить и следить за их безопасностью, чтобы, не дай бог, на них не набросились волки. И тогда овцы будут очень рады своей счастливой жизни. И мы будем от них получать намного больше ресурсов, чем тратим на их содержание и их безопасность. И мы с тобой, сынок, занимались этим десятилетиями. Все, что я хочу сейчас сделать, это просто сделать это публично и полностью официально. Пора выйти из тени, заявить миру о себе и забрать бразды правления над Америкой в свои руки. И мы видим его новую броню Красного Железного Черепа. И рядом с ним находится Альтрон, который, скорее всего, будет его бортовым компьютером по типу Джарвиса. А на этом, друзья, мы будем заканчивать эту часть. Если она вам понравилась, поставьте этому видео лайк. Мне будет приятно, каналу полезно. Если вам интересно, что будет дальше происходить в рамках событий Мстителей Сумерки, я напоминаю, что у нас впереди две части, комикс заявлен на шесть частей. То подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, дабы не пропускать уведомления о следующем видео. Как всегда, я хочу напомнить, что приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь, на ютюбе, либо же через мой телеграм-канал. Там я публикую все будущие анонсы по каналу, различные комиксные новости, а также вариативные обложки и всяческие арты. Если вам все это интересно, подписывайтесь, будем на связи. И, конечно же, отдельное огромное спасибо моим подписчикам на Бусти, которые, несмотря ни на что, все еще поддерживают мой канал. Из них я хочу выделить следующих людей. Вулкан1995IR, Павел Фомин, Хел Хел, Сергей Милан, Костя Лебедев, Панда Монг, Николай, Влад Моцарелла, Шинджики Карри 228, Андрей Мательский, Станислав Отвечалов, Алексей Першиков, Дон Кокос, Владимир Марков, Айвори Кинг, Феодор Кустов, Андрей Харченко, Смоуки, Хитрый Крабос, Дил Варьевар, Сугроб, Игорь Фролов, Котч, Александр Белял, Алекс Котт, Антон, Сергей Бодин, Панда 20к, Коли Романов, Роман Ким, Арт Лаус, Марк Аврелий, Гладинг, Сергей Сергеев, Кримзон Михаэл, Доктор Найт, Стогни, Дислеер, Григорий Мартын, Никита Дортман, Ред Феникс, Андрей Кек, Барбос, Найт Винг, Капрал 26, Акира, Агаст оф Гус, Емви, И Омега Сентинал. Спасибо вам большое, друзья, вы самые лучшие. Также хочу напомнить, что на Бусте есть ранний доступ к видео, поэтому этот ролик они уже посмотрели, а сейчас смотрят что-нибудь новенькое. А также на определенном тире подписки есть небольшие аудио-рецензии на комиксы, которые не попадают в видеообзор. Ну а на этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр.